Добрый день! Сегодня мы поговорим с вами о рекламе и пиаре в пространстве культуры. Что такое реклама? Для каждого из нас она означает, что вы свое. Для кого-то это то, что отвлекает от просмотра фильма и передачи. Для кого-то любимая профессия. Мы все являемся потребителями рекламы. Обратите внимание на брендвол. Студенты третьего курса нашей кафедры при разработке брендвола нашли следующее определение рекламы. Реклама – двигатель торговли. Реклама – величайшее искусство XX века. Это бизнес. Это философия. Это способ управления людьми. Статья третья закона Луганской Народной Республики о рекламе определяет ее как информацию, распространенную любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованных неопределенному кругу лиц и направленному на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирования или поддержку интереса к нему и его продвижения на рынке. Реклама рассматривается современными исследователями как феномен культуры, отражающий жизнь общества и систему ценностей современного человека. Сфера действия рекламы – это массовая культура. Любая реклама несет в себе культурные нагрузки, пропагандируя определенные ценности, традиции, моду, мораль и другое. Идеи, заложенные в рекламном сообщении, находят самый короткий путь к сознанию и сердцу рецепиента. Эффект воздействия рекламной коммуникации во многом сходен с механизмом психологического внушения, широко применяемым современной рекламой и получившим название стратегии убеждения, внушения, субъестия. Смысл ее в том, что идеи повторяются постоянно, в результате чего человек сначала привыкает к ним, а затем усваивает и в финале уже считает своими. Реклама, с одной стороны, впитывает в себя все достижения социокультурного бытия человека. С другой стороны, реклама воздействует на всех нас, формируя определенные взгляды, мнения, представления, а затем и привычки, стереотипы поведения. Вот именно данный подход в силу его интегральности обеспечивает системное понимание рекламы как социокультурного феномена. Выделяют социальную, некоммерческую и коммерческую рекламу. Приведем классификацию рекламы, в основу которой положен признак соответствия вида рекламы, типу рекламоносителя или каналу передачи рекламы. Мы говорим, что есть медийная и немедийная рекламы. Медийная реклама – это телевизионная реклама, радиореклама, интернет-реклама, наружная реклама, внутренняя реклама или интерьерная реклама, транзитная реклама или реклама на транспорте. К немедийной рекламе мы относим прямую рекламу, печатную рекламу, рекламу в местах продаж, сувенирную рекламу, рекламные мероприятия и так далее. Сегодня стремительно развивается интернет. Интернет-реклама – это новый качественный инструмент, который необходим для эффективного продвижения товаров, увеличения количества продаж или формирования положительного имиджа. В отличие от привычной нам рекламы, интернет позволяет контролировать продажу и быстро реагировать на аудиторию. Современные рекламисты применяют такие виды рекламы в интернете, как медийная реклама, контекстная реклама, вирусная реклама, тизерная реклама, таргетированная реклама. Мы стремимся к тому, чтобы наша реклама была нативной, а также используем SEO-технологии, то есть поисковую оптимизацию для привлечения новых посетителей на сайт и улучшения продаж. Изучая сетевые медиа-технологии в рекламе и пиар, наши студенты создают лендинги и лангриды. Пример лендинга, созданный студентами первого курса в рамках проекта «Открытая Луганщина», мы сейчас продемонстрируем с вами в презентации. А также лендинг, который был посвящен фестивалю пиар-идей Байбак. Лендинг – это одностраничный сайт. Буквально в переводе на русский язык термин «landing page» означает «посадочную страницу», то есть страницу, на которую совершают посадку посетители. Также в онлайн-медиа создаются лангриды. Это один из способов рассказать историю, это своеобразная разновидность мультимедийного контента. Лангрид необходим для привлечения трафика и увеличения конверсии. С помощью лангрида набирают лайки и репосты, повышают доверие к бренду. Современному бизнесу не просто нужны специалисты по рекламе, нужны профи, которые настраивают продвижение комплексно. Нужны специалисты в сфере пиара. Для организации общественного мнения в целях наиболее успешного функционирования и создания имиджа мы активно используем public relations. Специалисты по пиар работают в двух плоскостях. С одной стороны, организуют поведение предприятия, организации с точки зрения его оценки обществом. А с другой стороны, создают и распространяют через средства массовой информации сотни специальных сообщений, формируя образ организации, предприятия в глазах общества. При помощи пиар мы меняем отношения. Негативное на нейтральное, нейтральное на положительное. При помощи пиара можно исправить ложное представление о предприятии, организации. Можно скорректировать представление общественности о ней, самой и ее деятельности. Какие функции возложены на специалисты в сфере пиара и рекламы? Это, прежде всего, планирование рекламных и пиар компаний. Это взаимодействие со средствами массовой информации. Это ведение корпоративных веб-ресурсов. Это управление репутацией компаний. Это создание корпоративного имиджа. Это подготовка корпоративных промо-материалов, организация проведения мероприятий и специальных событий. Это публичные выступления на брифингах и организация пресс-конференций. В услугах специалиста по рекламе и связям с общественностью нуждаются органы государственной власти и управления, пресс-службы, рекламные и пиар-агентства, организации сферы культуры. Знания и навыки рекламиста и специалиста в сфере пиара востребованы в политике, бизнесе, шоу-бизнесе, интернет, медиа, проектах. Работодатели отдают предпочтение специалистам, способным решать нестандартные задачи создания пресс-релизов, пост-релизов, владеющих навыками оперативного поиска информации, подбора текстов, навыками фотографирования, наполнения корпоративного сайта, основ копирайтинга, дизайна, способных организовать мероприятия, направленные на достижение целей. Программа обучения на кафтере рекламы и пиар-технологии включает изучение следующих дисциплин. Студенты изучают теорию и практику рекламы. Кстати, преподаватель, директор рекламного агентства, практик. Студенты изучают копирайтинг. Это наука написания рекламных и пиар-текстов, разработки рекламных слоганов. Дисциплину преподает главный редактор газеты. Студенты изучают наружную рекламу, рекламное видео, маркетовое измерение в сети, интернет, правовое обеспечение рекламной деятельности, основы тележурналистики, технологии рекламной деятельности, медиа-технологии в рекламе и пиар, основы СМН, современные пиар-технологии, связи с общественностью в кризисных ситуациях, имиджология, спичрайтинг, организация работы отделов рекламы и пиар, управление медиа-проектами в интернете, SEO-технологии, китайский и английский языки. Мы тоже изучаем на кафедре. Обучаясь на специальности рекламы и связи с общественностью, студенты получают теоретические и практические знания в сфере рекламы и связи с общественностью, участвуют в международных и республиканских конкурсах, фестивалях. На экране вы видите некоторые конкурсные работы наших студентов. Научно-практических конференциях проходят производственную предипломанную практику в учреждениях сферы культуры и искусств, органах государственной власти и управления, пресс-центрах, редакциях СМИ, рекламных агентствах. Если вы креативный, целеустремленный, активный, талантливый, мечтаете получить образование по интересной и востребованной специальности, любите работать с людьми и в коллективе, найдите себя у нас.